Здравствуйте, подписчикам и гостям! Я Джет Лейси. И сегодня я расскажу вам, как осветлить волосы, нанеся при этом им минимум вреда. Нам для этого понадобится вот такая вот штучка. Это хромоэнергетический комплекс от Estelle. На упаковке написано «Защита при окрашивании и обесцвечивании, блеск и шелковистость волос». Об этом продукте я читала ранее. Пишут, что его можно применять как при осветлении и окрашивании волос, так и просто с какими-нибудь масочками для волос или бальзамами. Читаем дальше, что написано на упаковочке. На упаковочке написано следующее. Хромоэнергетический комплекс для волос для профессионального применения в парикмахерских салонах. Для защиты волос при окрашивании и обесцвечивании, придании блеска и шелковистости. Содержит уникальную комбинацию ухаживающих и защищающих компонентов. Рекомендуется для всех типов волос. Упаковка содержит 10 ампул по 5 миллиграмм. Дата изготовления смариного упаковки, срок годности 36 месяцев. Ну и вроде все. Тут дальше на других языках написано. Такую упаковочку я приобрела в парикмахерском салоне. Желательно, чтобы, если вы обесцвечиваете волосы, пользоваться тоже фирмой Estelle. Потому что, ну, типа сочетание, там разные фирмы могут разные компоненты добавлять. И эти компоненты могут между собой конфликтовать. Далее на крышечке здесь написана инструкция. И сами капсулки выглядят вот так. Так, давайте одну достанем и посмотрим. На крышечке написана инструкция, как это применять. Хромоэнергетический комплекс для волос. Продает волосам блеск, мягкость и шелковистость. Защищает волосы во время окрашивания или обесцвечивания. Обесцвечивание способствует выравниванию структуры волос. Содержит уникальную комбинацию ухаживающих и защищающих компонентов. Усиливает кондиционирующие свойства красящей и обесцвечивающей смеси. Не изменяет цветовой нюанс. Рекомендуется для всех типов волос. Применение. Применяется с перманентными и полуперманентными красками с обесцвечивающей пудрой. Добавляется в красящую и обесцвечивающую смесь непосредственно перед нанесением. Не требует увеличения количества оксигента или активатора. Рекомендуемое соотношение 5 мл компонента на 60 мл краски или 30 г обесцвечивающей пудры. Это получается одна пачечка осветляющего порошка, одна баночка осветляющего оксигента и одна колбочка вот этого прекрасного средства. Кстати говоря, я сегодня опять в этой черновой рубашке, потому что сегодня я снова буду осветляться. И сегодня мы попробуем вот такую вещь тоже от Эстель. Ультра-блонд. Вроде как обещают выбелить до бела, но вроде как отбеление до бела это все, это выпадение волос. Конечно, если вы не сюда и старушками. Сюда, кстати, добавляют эфирное масло мяты. Я думаю, вы заметили. Почему мне дали две шестерки? Мне дали две шестерки, я это не езжу. Также для упрощения процесса покраски, если вы сами краситесь или вас кто-то еще красит дома, советую использовать вот такие вот крабики. Можно железные, наверное. Хотя железные вроде как не рекомендуют при осветлении использовать. То есть можно делать проборчики вот так с двух сторон, да, допустим, и закреплять волосы вот этими крабиками. И тогда вы сможете, грубо говоря, брать фиксированную прядь, ее прокрашивать, ну и, в общем, осветлять, там окрашивать и прочее-прочее. И как всегда при осветлении мы берем этот порошочек, насыпаем его. Я думаю, это надо делать у маски, вы умрете просто от этого запаха. И вмешиваем туда оксигент, вот у меня шестерочка. На самом деле я хотела взять шестерку и девятку, чтобы, ну, как бы пополам все сделать. И девятку разбавить шестеркой, получить 7,5% оксигент, чтобы он осветлил получше, чем шестерка, но не так убил волосы, как девятка. Но мне дали две шестерки, поэтому, как бы, я не буду ничего разбавлять. Использую одну баночку и просто добавлю содержимое этой капсулы. Теперь мы это перемешиваем. Этот порошок, как ни странно, имеет такой розоватый цвет. Я с таким еще никогда не сталкивалась. Но этот, скорее всего, сразу тонирует при окрашивании. Размешивается, честно говоря, не очень хорошо. Глаза щипят. Поэтому в следующий раз я, наверное, буду осветляться вообще в маске для лыжного спорта и в респираторе. Вот. Вот, кстати, оставшийся оксигент, который у нас остался в баночке, решил не стекать. Вот, вмешиваем. Вот теперь он получается нормальной уже консистенции. Сейчас посмотрим, может, там еще что-нибудь стечет, еще добавим. Состояние он должен достичь такого разведенного гипса, сметанки такой деревенской. То есть, ну вот, вот такой вот. И теперь давайте откроем вот этот тут прекрасный пузыречек. Как он открывается-то? И, мне кажется, надо было выломать. Но мы ищем более легкие пути и просто откручиваем. Ой. Ну, короче говоря, мы все сделали правильно. Все хорошо. Кстати, запах он имеет довольно приятный. Какой-то запах цветов, там, розы, не знаю, чего-то такого. На самом деле, очень классный. И я думаю, как бы, может быть, он разбавит этот неприятный запах осветлителя. Вот, вроде как мы вмешали. То есть, получился еще более щадящий, еще более щадящая краска. Ну и пойду-ка я ее наносить. И когда я нанесла краску, я надеваю шапочку. А знаете зачем? А чтобы волосам теплее было. На самом деле, шапочку я надеваю для того, чтобы реактив вот этот вот, который у нас получился, вот эта вот масса, нанесенная на волосы, не пересохла раньше времени и не начала волосы сушить. И они так лучше окрашиваются. Вот сейчас мы ее снимаем. Видим, что волосы дофига осветлились. Вот прям вообще ништяк осветлились. И идем смываться. Также я, скорее всего, сделаю себе маску для волос или в бальзам вмешаю вот эту вот штучку, вот эту вот ампулку. И я просто уверена на 100%, что мои волосы будут гораздо лучше, чем при любом подобном осветлении без использования вот этого вот маслица. Но мы это проверим. И сейчас я все вам скажу. Как вы можете заметить, мои волосы, в принципе, осветлились. Но шестерка, конечно, очень нехорошо берет мой цвет. Поэтому придется, наверное, осветляться еще раз. Ну, чтобы сделать побелее. Ну, я не знаю, мне, в принципе, и так нравится. Что я могу сказать об эффекте вот этого прекрасного средства? В общем-то, после осветления мои волосы, скажем так, почти не пострадали. То есть обычно, когда я осветляюсь и расчесываюсь, там прям вот большой такой блок волос на расческе остается, потому что они обламываются. То есть они истощаются, чешуйки, как бы у них поднимаются до такого состояния, что их потом уже, скажем так, в первичное состояние привести невозможно. Но из-за этого они становятся более ломкими. Однако, в принципе, вот эти капсулы сделали свое дело. И мои волосы остались мягкими. Хотя брови они осветлили не очень. Также я не понимаю людей, которые после обесцвечивания, после покраски волос, не используют какой-нибудь кондиционер, маску или бальзам. Потому что, ну, блин. Во-первых, эти средства хоть как-то придают вашим волосам какой-то здоровый внешний вид. А во-вторых, некоторые из них даже восстанавливают немножко волосы. Ну и как бы, если вы краситесь, этими средствами пользоваться надо обязательно. Если вы не хотите ходить с мочалкой на голове. Как было в моем самом первом видео об окрашивании волос. Также, скорее всего, я либо возьму какую-нибудь краску, которая будет приближен... которая будет приближена к белому. Либо возьму свою любимую тонику оттенка Аметист. Ну и немножко с бальзамом разбавив ее, нанесу на волосы, чтобы они немножко затонировались. И убрали желтизну, которая у меня образовалась. А вам огромное спасибо за просмотр. Ставим лайки, комментируем. Ставим дизлайки, конечно, если видео не понравилось. Или вы ко мне испытываете какой-то негатив. Мне все равно. Помним, что осветляться надо правильно. И подход к правильному осветлению мы ищем каждый раз, когда осветляемся. И всем пока!